Привет, друзья! Сегодня я расскажу о фантастическом фильме-антиутопии британского кинорежиссера Джона Бурмана, снятом аж в 1974 году под названием «Зардас». Добро пожаловать в рай. Название «Зардас» образовано от названия сказки Лаймана Фрэнка Баума «The Wonderful Wizard of Oz» — удивительный волшебник из страны Оз. Появляется глава рассказчика. Его зовут Артур Фрейн. Он — Зардас и прожил на Земле 300 лет, ведь смерти больше нет. Все это происходит в далеком будущем, и если люди постараются, этого не случится. Он — бог по роду занятий и маг по призванию, но сам он тоже кем-то придуман, как и все остальные. 2293 год. Люди в красных одеяниях криками приветствуют огромную голову, опускающуюся на поверхность. Громовой голос бога Зардаса обращается к избранным. Они созданы для того, чтобы уничтожать множущихся бруталов, которые рождают новую жизнь. Бог велит идти и убивать. Изо рта извергается множество оружия, которое с восторгом хватают люди. Но один из них проникает внутрь головы, которая летит над землей. Пораженный мужчина видит облака. Вдруг он замечает еще одного человека и стреляет в него. Это Артур Фрейн, и он сожалеет о поступке мужчины. И выпадает из корабля. Голова приземляется в зеленой долине, во дворе фермерского дома. Мужчина с револьвером осматривается. Все ему удивительно и непонятно. И помол муки, и растения в шарах-теплицах. Он проникает в дом и видит не менее странные предметы. Внезапно он слышит голос и находит его источник. Кольцо, выступающее средством связи. Идут отчеты по вортексам о нехватках и излишках. Он недоумевает. Кто здесь живет? Словно в ответ появляется голограмма Артура Фрейна. В этот момент во дворе раздаются голоса. Люди сокрушаются об изуродованных в каменоломних телах. Мужчина выходит наружу и наблюдает за окружающим. Кольцо поясняет. Это цветы. Они декоративны. Мужчина бежит на берег озера и видит женщину в пурпурных одеждах. Он хватается за пистолет и стреляет в нее. Но выстрел как будто возвращается обратно, сбивая его с ног. Женщина удивлена. Он пришел снаружи? Мужчина объясняет. Зардас сказал, что люди после смерти попадают в вортекс и живут вечно. Он умер? Женщина просит показать, почему он тут оказался. Возникает картина, где мужчина скачет на коне и стреляет в людей, старающихся укрыться. Его зовут Зет в честь Зардаса. Он экстреминатор. Голос женщины сетует. В его памяти одни геройские подвиги. Зет уничтожил 25 бруталов. А его память показывает принуждение женщины во славу бога Зардаса. А еще Зардас заставил людей выращивать пшеницу. Мэй высказывается за контроль над внешними. Но Консуэлла всегда была против грубого принуждения. Тем не менее, это первый настоящий контакт с внешними. С тех пор, как контроль был поручен загадочно исчезнувшему Артуру. Нужно провести расследование. Мэй просит Кольцо воспроизвести последние минуты памяти Артура Фрейна. Но искусственный интеллект может показать только минуты падения. Так как Артур мертв. И реконструкция тела уже началась. Консуэлла просит убить Зеда. Но Мэй против. Они должны узнать, как он проник в Вортекс. Зед демонстрирует сохранившиеся в памяти сцены охоты на людей. Члены Вортекса впечатлены. Но некоторые не верят в идентичность их переживаний. Зед утверждает, что его родители были избраны. Только они могли размножаться. Мэй недоумевает. Артур занимался селекцией. Но кроме него никто не хотел управлять внешними. Зед показывает убийство. И ему это очень нравится. Мэй намерена провести полный генетический анализ этого сильного зверя. Ведь такие исследования проводились 200 лет назад. Консуэлла против. Еще недавно Мэй просила новое рождение. Но зачем? Ведь никто не умирал. И общество стабильно. Им не нужны новые знания о внешних. Но другие против. Ведь память Зеда их развлекает. Голосование поддерживает Мэй. Фрэнд поздравляет Зеда с возможностью жить еще три недели. Мужчину помещают в клетку на скотном дворе. Утром Фрэнд ведет его в галерею, заполненную статуями. Зед впечатлен. Это дом богов? Пока Зед наводит порядок в мастерской, Фрэнд посвящает его в понятие времени. Все идут на обед, но Мэй уводит Зеда внутрь зеркальной пирамиды на исследование. Позже Фрэнд загружает тележку хлебом. И Зед везет ее. По дороге мужчина рассказывает, что за повинность у них наказывают возрастом. Их можно состарить. Но им нельзя умереть. Даже самоубийцу вечная обитель воссоздаст. Они приезжают в место, где живут старики-ренегаты. Они злобны и агрессивны, поэтому их избегают. Дальше они попадают в поселение, где живут бездельники и апатики. Им даже хлеб взять лень. Зеду нравится одна из женщин. Но что бы он ни делал, она безучастна. Эта болезнь охватывает все вортексы. Для этого Зардас и заставлял их сажать пшеницу. Вортексы больше не в состоянии их обеспечить. Консуэла проводит лекцию о человеческой близости. Они не понимают, что приводило к влечению. Вероятно, повлияло бессмертие, ведь отпала необходимость в размножении. На экране демонстрируют женщин в соблазнительных позах и наблюдают за реакцией Зеда. Но тот остается безучастным. Зато реагирует на саму Консуэлу. Позже она приходит к его клетке, изучая особенности сна. Он любит спать, потому что видит сны. Искусственный интеллект поясняет. Сон был необходим человеку, когда его сознание и подсознание были раздельны. Теперь сон устарел, его заменила медитация. Мэй показывает Зеду его генетический код. Он мутант и значительно выше всех здесь умственно и физически. Его нужно убить или он уничтожит всех их. Но Мэй пока промолчит об этом. За обедом вспыхивает скандал. Консуэла против того, что Зед прислуживает за столом. И опять требует уничтожить животное. После голосования Мэй дают 7 дней для завершения эксперимента. Начинается медитация, но Фрэнд отказывается сливаться мыслями с остальными. Его признают ренегатом и призывают к его изгнанию. Фрэнд выключается. Зед пытается бежать, но из Вортекса выбраться невозможно. На холме он видит своих соплеменников и подает им сигналы. Мужчина отправляется к старикам. Он находит состарившегося Френда, который объявляет всем, что Зед может умереть. Старики оживляются. Так может они помогут ему? Вырвавшись, Зед призывает людей бороться за свою... смерть. Если они так ее жаждут, они должны показать обитель. Ведь если ее кто-то сделал, он же может и сломать ее. Зеду показывают изобретателя, который придумал бессмертие. Тот указывает на Мэй. Зед бежит к ней. Она просит открыть свою память. Зардас дал оружие. Они были избраны, чтобы убивать бруталов. Предназначение людей – охотиться и убивать. Однажды он увидел лицо в окне. Человек как будто играл с ним. И он не смог его убить. Ему показали книги, и Зед научился читать. Он узнал, что мир был другим. А потом он нашел книгу. Он не может вспомнить название. Только свою ярость. Зед яростно пытается отказаться от убийства Артура. Но память показывает все. Зардас приказал прекратить убийство. Брать людей в плен и заставлять их сеять пшеницу. Раз в году он прилетал, чтобы забрать урожай. Зед и его друзья-мутанты хотели знать правду. Он, наконец, показывает книгу «Волшебник страны Оз». Зардас – сказка о старике, пугающем людей громким голосом и маской. Это была идея Артура Фрейна, чтобы контролировать внешних. Зед напоминает. А чем закончилась сказка? Люди заглянули под маску. Он тоже заглянул туда. И проник в голову. Мэй обнимает мужчину. Но тут появляется Консуэлла. Мэй ответит за это предательство. Зед показывает свое умение сопротивляться взгляду женщины. Но от перенапряжения теряет зрение. И теперь он не подконтролен. Одна из женщин исцеляет его. Она знает, что он освободитель. И рассказывает о том, что мир умирал. Они оградились от страданий других, чтобы сохранить культуру и образование. А он принес в Вортекс ненависть и гнев. В этот момент люди Вортекса врываются в обитель. Зед вырывается и убегает к шлюзу. Но защиту преодолеть невозможно. Зед прячется у апатиков. Пока люди Вортекса жгут дома, одна из женщин пробует на вкус каплю пота Реда. И приходит в себя. Она целует мужчину. И передает остальным жизнь. Ночью Зед попадает к старикам-ренегатам. Чтобы замаскировать его, его переодевают в одежду невесты и подводят к Френду. Он просит найти Мэй. Женщина приходит с оружием Зеда и просит не разрушать это место. У нее много сторонников. Если Зед оплодотворит их, ему отдадут знания. Все перемешается в сердце. И оно оживет. Зед впитывает в себя шедевры культуры и великие знания человечества. Вортекс задумали пожилые гении, зацикленные на бессмертии. Они закрыли себя в этом прибежище знания. И приказали обители стереть память о себе, чтобы никто не мог ее уничтожить. Даже возжила в смерти. Здесь человек должен довести себя до совершенства. Но даже имея бессмертие, люди не смогли открыть всех тайн вселенной. А насилие породило только насилие. Зед впадает в ярость и призывает уничтожить обитель. В каждого обитателя вортекса вживлен кристалл, объединяющий их. Если Зед заглянет в него, он будет готов. Зед слышит голос и, выйдя в галерею, обнаруживает статуи в костюмах. Один из силуэтов оказывается Артуром Фрейном. Но тот смеется. Бруталы зовут его Зардасом. Ему нечего сказать человеку, ничего не видящему в шаре. В галерею врываются вечные. Консуэлла пытается убить Зеда, но дает ему любовь. Он обещает быть с ней вместе, если выживет. Он опять рассматривает шар и расспрашивает кристаллы нахождения обители. Зед называет законы науки, пытаясь заставить кристалл объяснить цели своего существования. Но добивается только одного вопроса. Он готов убить бога? Ред смеется. Какое тщеславие. Кристалл – сумма всех людей и их знаний. Зед или уничтожит их, или станет одним из них. Бежать некуда. Разум Зеда внутри кристалла и должен идти в его центр. Это и есть обитель. Перед Зедом возникают лица обитателей Вортекса, и он открывает огонь. Кристалл сообщает, что он нашел слабое место и уничтожил их. А Зед стреляет. В себя? Да, в себя. Люди крушат статуи в галерее и находят бесчувственного Зеда, но от поцелуя Консуэлы он приходит в себя. И все восстанавливается. Зед спешит к ученому. Тот рассказывает, что они нарушили естественный порядок. Вортекс – надругательство над природой. И старик умирает. С неба падает камень. Зед отдает кристалл Мэй и отправляет их на восток. Там можно пройти сквозь стену. Для него пути назад нет. Старики начали умирать. Появившийся Артур Фрейн рассказывает, что таков был его план по освобождению. Он сам и выступил загадочным учителем грамоты. Люди снова смертны и должны попрощаться с миром. Зед – освободитель. Но он не может выстрелить. Зато это могут сделать другие. Появившиеся внешние открывают огонь. А жители Вортекса сами просят лишить их жизни. Они прощаются друг с другом и падают на траву. Но Зед и Консуэлла успевают скрыться в пещере. Вортекс уничтожен. И внешние люди зря зовут Зеда. Который вместе с Консуэллой становится прародителем нового человечества. И с ней уже уходит во прах. Фильм, можно сказать, уникальный. Хотя диалоги бедны, середина затянута, а структура рваная и местами неполная. Но сколько вопросов затрагивает картина. Здесь и вопросы веры, и целесообразность бессмертия, и необходимость любви для жизни человечества. Каждый найдет тут что-то, близкое именно ему. И над чем захочется подумать. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете об этом фильме. И не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас лайками и подписываться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok